В субботу в Хабаровске избивали протестующих, но я показывал в субботу, но что-то передачу посмотрело, мало людей. Люди вечером вышли протестовать против такого беспредела и назначили массовый протест на воскресенье на обеденное время. К сожалению, вышло немного людей, даже Радио Свобода рассказывает, что я там больше видел, чем 300 человек, Радио Свобод пишет, что 300 человек, но мне показалось чуть побольше, но все равно это не 100 тысяч. Очень странным это все показалось. Кроме всего прочего, вот такого вот полицаи изображения прошло и видео, где он там набрасывается на корреспондентку, говорит, что надо пройти, пытается сквозь нее пройти. Вот этот полицай Лещенко, фамилия его, и в связи с этим говорят, да нет, это были хабаровские полицаи, да, потому что вот этот Лещенко вроде как из Хабаровска. Еще раз подчеркиваю, посмотрите, форменная одежда, какая у этих полицаев, это же очень четко видно. А вот какая у этого Лещенко форма, да, такой морячок, да, они в камуфляжной форме, явно такое военизированное подразделение, да, из какого-то военизированного соединения. То есть, вполне допускаю, что с Кавказа, и там писали, что это осетинский ОМОН, может быть и осетинский, я не знаю. Вот, и я уже зачитывал с Твиттера, паренек написал, что на площади Ленина ОМОН стал хватать и бить людей, меня сдержали, я в автозаке, здесь один человек без сознания, у одного сломан нос. То есть, вот того мужчину, которому разбили голову, его кинули в автозак с разбитой башкой, практически без сознания, и не вызвали скорую. Там полицейский, также мы говорили, выбросил награды и почетную грамоту, демонстративно зовут полицейского Роман Тимиров. Пришло сообщение, что его тут же после этого задержало ФСБ. Что там дальше с ним, очень интересно узнать. Отпустили они его, допрашивают, что они ему инкриминируют, эти ФСБшники полицейскому, который выкинул награды и грамоту. Что он сделал такого, что ей дало бы основания его задерживать. Спрашивают, кто дал команду на применение силы и почему-то выставляют крайним Дегтяреву. Я говорю, Дегтярев абсолютно ничтожная личность. И понятно, что все эти вопросы обсуждались у Путина. Мы знаем, что до этого состоялось заседание Совета Безопасности, на котором Путин сам говорил, что они решали вопросы Дальнего Востока. Мы же понимаем, что они не стали решать какие-то экологические вопросы того, что на Камчатке, там пол Камчатки отравили. Конечно, они решали другие вопросы. Как украсть еще побольше и при этом поставить людей в стойло, которые в Хабаровске вышли из стойла?